Часть первая. Самодержавие Духа. Очерки русского самосознания. Да не будет сего уравнения с неравными, истинного исповедания неимущими, истина не может быть сравнена с ложью, и правда веры с неправыми исповеданиями. Истина Господня пребывает вовек. Псалом 116, 2. Молитвенное воззвание святаго праведного отца Иоанна Краштадского. Из книги «Созерцательное подвижничество» выписки из дневника за 1906-1907 годы. Но избави нас от лукавого. Место предисловия. Перестали понимать русские люди, что такое Русь. Она есть подножие престола Господня. Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский. Эти слова всенародного российского пастыря, святаго праведного отца Иоанна Краштадского, как нельзя более злободневны сегодня, когда решается судьба отчизны. Наше будущее зависит от того, сумеем ли мы ныне восстановить историческую преемственность русской жизни, осознать себя продолжателями великого русского дела, хранителями и защитниками духовных сокровищ тысячелетней российской истории. Горе нам, если под грузом тяготы лишения нынешней смуты, предлицем предательства, ненависти и злобы, обрушившейся на нас со всех сторон, дрогнем и отречемся от служения, дарованного нам Господом, народу за веру и верность, самоотверженность и готовность к бескорыстной жертве. Тяжко смотреть на разорение державы российской. Пророческим набатом звучат сегодня давние призывы великого кронштадтского старца. Да подумайте же вы, русский народ, трезво, здраво, к чему вы стремитесь? К низвержению всякого общественного строя и уклада житейского, к хаосу общественному. Познайте вы, ведь это дьявольские, а не божеские дела. Вы забыли Бога и оставили Его, и Он вас оставил своим отеческим промыслом и отдал вас в руки собственного, необузданного, дикого произвола. Вы губите и себя, и Россию. Опомнитесь, одумайтесь, покайтесь и справьтесь. Господи всемогущий, всеблаги, премудрый царь, царств земных. Устрой и утверди русское царство с русской православной церковью на непоколебимом камне, каково и ситы Иисусе Христе Божий наш. Да не поколеблют державы российской и на родцы и на верные и на славные. Сохрани целость державы и церкви, всемогущей твоею державою и правдой твоею. Сейчас впору нам всем присоединиться к молитвенному воплю угодника Божия, взывая ко Господу об избавлении от страшной напасти, от пленения сатанинского, в коем вот уже многие десятилетия страждет Святая Русь. «Отче наш, не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого». Это седьмое и последнее прошение молитвы Господней, знакомо каждому христианину. Звучит оно в домашних молитвословиях, возносится под сводами храмов Божиих, но каждый ли знает, о чем оно? Казалось бы, ответ прост. Лукавый — это дьявол, источник и причина всякого греха и страсти, злобы, зависти, похоти, счастлавия, гордости, ненависти. В конце говорим, «Но избави нас от лукавого, разумея под тем всякие беды, которые в всем мире замышляет против нас, враг, и против которых у нас будет верная крепкая защита, если избавителем от них будем иметь Бога, если по нашему прошению молению Он будет подавать нам в свою помощь», поучает святой Киприан. Безудержного разгула. В России без Божия и сатанизма. А мы все будто чужие друг другу. Каждый сам за себя, каждый сам по себе, и в молитве, и в жизни, и в церкви, и в миру. Может, стоит оглянуться, прислушаться. Из глубины веков доносится до нас увещевающий глаз святоотеческих поучений. Мы не говорим «Отче наш, и же еси на небесех, хлеб мой дашь смеднесь», вразумляет тот же святой Киприан. Каждый из нас не просит об оставлении своего только долга, и не об одном себе молится, чтобы не быть введен во искушение и избавиться от лукавого. У нас всенародная и общая молитва, и когда мы молимся, то молимся за весь народ, потому что все мы составляем едино. Не с того ли, что мы нарушили это всенародное единство, скрепленное смиренными подвигами русских святых и бранной кровью русских разников, началось наше падение с высоты православного царства в смердящую пропасть, разложившейся с Авдепием. Похоже, пришло все же время покаяния и прозрения. Похоже, Россия допивает последние капли из чаши гнева Божия. Теперь, обладая огромным трагическим опытом десятилетий сатанинского пленения, нам особенно важно заново осмыслить пройденный путь. Научиться отличать добро от зла, истину от лжи, настоящую духовность от лукавой подделки. Так заново учатся ходить больной после долгой и тяжелой болезни. Лишь восстановив благодатную преемственность русского религиозного национального самосознания, можем мы рассчитывать на успешное выздоровление. Иного пути нет. В надежде на помощь Божию, осознавая безмерную важность задачи и слабость собственных сил, спешу внести свою лепту в это великое дело. Господи, благослови! Вы же род избран. Чудо крещения Руси. Оглядывая русскую историю, православный наблюдатель повсюду находит несомненные следы промыслительного Божия попечения о России. События здесь происходят почти всегда вопреки объективным закономерностям, свидетельствуя о том, что определяют историю неземные привычные и, казалось бы, незыблемые законы, а мановения Божие, сокрушающие чинностиства и недалекий человеческий расчет. Чудо сопровождает Россию сквозь века. В конце X века вошли в купель святаго крещения племена Полян, Древлян, Кривичи, Вятичи и иных славян. Вышел из купели русский народ в течение шести веков, с X по XVI век, вдумчиво и сосредоточенно размышлявший о месте святой Руси в мироздании, пока, наконец, в царствовании Иоанна IV не утвердился в своем национально-религиозном мировоззрении. И все это вопреки обстоятельствам, условиям, возможностям, выгоде, расчету. С этого вопреки и начинается русская история. Ибо угодно было Господу явить здесь чудо крещения, положившего начало тысячелетнему служению соборного и державного православного народа, тогда как это казалось невозможным и невыполнимым. Чтобы показать это с ясностью на исторических примерах, обратимся к моменту, когда Русь еще пребывала в языческом заблуждении, не догадываясь о своей будущей великой судьбе. Славянское язычество Беззаконие моя, превзыдоша главу мою Корнями своими славянское язычество уходит в седую древность. В его основании, как и всякой религии, лежит некоторая духовная реальность. И хотя мы лишены возможности непосредственного видения духовных источников, но все же можем судить о них, памятая слова Господа. По плодам их узнайте их. Плоды язычества с его безнравственностью и жестокостью не оставляют сомнений в разрушительной богоборческой сущности того начала, который стремится к воплощению через многочисленные языческие культы. И славянское язычество не было исключением. Основание языческого мировоззрения покоится на утверждении, что добро и зло есть два самостоятельных, равнозначных, совечных начал бытия мира. Это поистине дьявольская выдумка отрицает всемогущество Божие. Его благость, милосердие лишает человека нравственных опор. Ведь если добро и зло равноправны и равноестественны для человека, то чего же стесняться, что зло действует в нас? Мирилом дел и поступков человеческих в таком случае не может быть нравственный идеал, воплощенный в заповедях Божьих и церковном предании. Человек сам по себе есть меры всего, и естественные человеческие порывы и склонности не подлежат лицемерному осуждению. В этом случае грехи и страсти обретают законные в кавычках права на существование, а зло становится достойным почитанием не менее добра. И религиозные формы этого почитания – неотъемлемая часть любого языческого культа. Проще сказать, в основании язычества лежит более или менее откровенный сатанизм, неизбежно проявляющий себя жестокостью и безнравственностью. Единственной религией мира, со всей полнотой свидетельствующей об абсолютности добра, блага и любви, является христианство. Таинственно и непостижимо, но явственно и ощутимо действует в церкви «Вечный, всемогущий, Всеблагой Бог, Сидержитель мира и Спаситель рода человеческого, свидетельствуя человеку, предлицем его о себе. Знай, что Господь – Бог твой, Бог верный, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Второзаконие 7.9, Исход 34.6 Чтобы понять, какой благодатный переворот произвело в наших предках при общении к православию, стоит кратко описать их дохристианские обычаи. Древние славяне рассматривали мир как арену борьбы между добрым, бел-богом и злым, черно-богом. И тот, и другой требовали соответствующих жертв. Мнимая самостоятельность злого начала служила оправданием его неизбежности, рождая культовые формы славянского сатанизма, обретшие позднее свое законченное воплощение в почитании Перуна, верховного божества языческого пантеона, дохристианской Руси. Летописи XVI века, рассказывая о столкновении славян с Византией, самым мрачным образом изображают ее жестокость. В середине X века, незадолго перед крещением Русы в войне с империей, высадив десант на северном побережье Малой Азии, отличились таким зверством, какое было непривычным даже в те суровые времена. Пленных распинали, расстреливали из луков, вбивали гвозди в черепа, жгли монастыри и церкви, оставляя после себя горы трупов и груды дымящихся развалин. В 971 году, после боев у Доростола между Ратью Святославой и византийским императором Цемисхием, русы принесли в жертву богам множество пленников. Византийским историкам Львом Диаконом это описано так. И вот когда наступила ночь и засиял полный круг луны, скифы вышли на равнину и начали подбирать своих мертвецов. Они нагромоздили их перед стеной, разожгли много костров и сожгли, заколов при этом по обычаю предков множество пленных мужчин и женщин. Совершив эту кровавую жертву, они задушили несколько грудных младенцев и петухов, топя их в водах Истре. Собираясь заложить Новгород, народные старшины по указанию жрецов велели в основании городской крепости замуровать ребенка как строительную жертву богам. Столь же беспощадны были и семейные обычаи. Вместе с умершим воином на погребальном костре сжигались и его жены, одна или несколько славяне признавали многоженство. Этот жуткий обряд подробно описал арабский путешественник Ахмед Ибн Фадлан, оказавшийся в 922 году очевидцем погребения знатного руса. Ибн Фадлан попал на Волгу в качестве посла, халифа Ал-Муктадира к нему относились с соответствующим уважением и даже дали толмача, объяснявшего все происходящее. Закон дозволял матери умертвить новорожденную дочь, если ее рождение казалось излишним. В свою очередь признавалось и право детей на убийство родителей, обременяющих семейство старостью или болезнью. Межродовые распри передавались из поколения в поколение, подогреваемые обычаем кровной мести, удовлетворявшейся лишь смертью обидчика или его потомков. Справедливости ради надо сказать, что современные историки отмечали и привлекательные черты славян, говоря, что они не знали ни хитрости, ни обмана, хранили древние простодуши и простоту нравов. С пленными, оставшимися в живых, наши предки обходились дружелюбно, назначая лишь определенный срок их рабства, по истечении которого пленник мог по выбору либо покинуть своих бывших хозяев, либо остаться с ними жить на равных правах, как вольный человек. Свято соблюдаемый обычай гостеприимства делал славянские земли безопасными для путешественников, и хозяин головой отвечал обществу за безопасность гостя-чужеземца. Купцы тем охотнее посещали славян, что между последними не было ни воров, ни разбойников, хотя выгодной торговли в славянских землях ждать не приходилось. Суровые воины не знали роскоши и не ценили золото. Вопреки всем обстоятельствам, первоначально складывавшись все неудачно для православной церкви, сверхъестественный промысл Божий изъял Россию из тьмы язычества. По всем человеческим расчетам, приняв христианство, русская земля должна была бы потерять свое единство или же, сохранив целостность, закоснеть в неисправимом языческом упорстве. Находясь на перекрестке дорог, там, где переплетались и сталкивались интересы мусульманского юга, православного востока, католического запада и хищного, иудейского хазарского каганата, Русь должна была бы ради спасения своей целостности хранить и свою религиозную самобытность. Казалось, ей предназначена судьба языческой империи. Любые уступки соседям должны были бы привести к неминуемому разделу Руси на зоны влияния мусульманства, иудаизма и христианства с последующей утерей государственного, религиозного и национального единства. История южных славян подтверждает это. Когда-то единый народ разделился на православных сербов, католиков, хорватов и даже славянских мусульман, ожесточенно враждующих ныне между собой. В IX веке под влияние Рима попали хорваты. В битве с войсками султана Мурада I в 1389 году на Косовом поле лишились своей независимости сербы. Последовавшее в XV веке включение Сербии в состав Османской империи послужило отправной точкой формирование славянской мусульманской общины. А ведь когда-то было одно племя с общим языком, традициями и нравами. Не менее поучителен и пример Золотой Орды, основанной Батыем в 40-х годах XIII века, после набега на Европу, завершившегося выходом татарской конницы к побережью Адриатического моря, Орда два столетия являлась одним из самых мощных государств мира. Внутреннее единство поддерживалось религиозной самообытностью, которая основывалась на совокупности многочисленных племенных культов. Это позволило Орде не только покорить огромные территории, но и благополучно пережить целую серию гражданских войн. Но когда в 1313 году хан Узбек принял ислам и объявил его государственной религией, это стоило Орде существования. Ее распад показывает, какова была бы судьба России, если бы все текло естественным в кавычках образом. Похожесть событий необычайна. И там и тут новая вера распространяется верховной властью. И там и тут религия единобожия призвана заменить древние языческие обряды. И там и тут обращение завершает период междоусобиц. И там и тут дикий воинственный народ, отсутствие жесткого государственного единства, наличие как сторонников, так и противников новой религии. Совпадение можно перечислять и дальше. Тем более примечательно, дивны дела твои, Господи, полная противоположность следствия перемены веры. Святой равноапостольный князь Владимир возвеличил свою родину, а хан Узбек свою погубил. Вспыхнувшая религиозной междоусобица стала для Орды роковой, положив начало ее дроблению с последующим завоеванием бывших ордынских земель растущим и крепнущим русским государством. Что теперь Орда и что Россия? А ведь, судя по всему, в X-XI веках Русь ждала та же участь, что постигла татаро-монгол в XIV-XV веках. Три крещения Руси Ученые много спорили о достоверности летописного известия о призвании варягов. Было ли оно в действительности, сказать трудно. Да и не в этом дело, ибо сам факт появления в середине IX века на русской земле новых государственных образований не подлежит сомнению. Летопись свидетельствует, что первыми русскими князьями стали братья Рюрик, Синеус и Трувар, правившие, соответственно, в Новгороде, Белозерии и Изборске. В 862 году по Рождеству Христову принято считать годом рождения русской государственности. Рюрик, старший из братьев, пережил их и, присоединив области родственников, к своей, стал основателем единого княжества и родоначальником династии. На протяжении более 700 лет Рюриковичи под покровом Божиим вели Россию путем исповеднического служения. Хотя сам Рюрик и был, вероятно, язычником, но первое крещение Руси состоялось еще при его жизни. Киевские князья Аскольд и Дир, собрав дружину на двухстах ладьях, по Днепру вышли в Черное море, опустошили на своем пути побережье и осадили Константинополь. Нападение оказалось неожиданным и стремительным, императора Михаила III в столице не было. Он возглавлял армию в войне с мусульманами и, несмотря на все старания, даже вернувшись в город, не мог организовать надежную оборону. Царьград спасся чудом. После молебна патриарх Фотий погрузил в море одну из главных святынь города, Ризу Божьей Матери, хранившуюся во Влахернской церкви. Налетевший после этого шторм разметал корабли русов, уничтожив большую часть флота и сделав дальнейшую осаду невозможной. Пораженные князья прислали в Константинополь посольство с просьбой о крещении. Это и было первое Аскольдово крещение Руси. Сохранилось предание, согласно которому Аскольд и Дир, принявшие христианство по возвращении в Киев, вызвали недовольство горожан-язычников. Когда язычник князь Олег подошел к Киеву, народ выдал ему Аскольда и Дира, которых он умертвил. В 866 году в своей окружной грамоте, разосланной восточным епископом, патриарх Фоти писал «Россы, славной жестокостью, победители народов соседних, в гордости дерзнувшие воевать с Римской империей, уже оставили суеверие, исповедуют Христа и суть друзья наши, быв еще недавно злейшими врагами. Они уже приняли от нас епископа и священника, имея живое усердие к христианскому богослужению. В это время Россия числится шестидесятым архиепископством среди епархий Константинопольского патриархата. Казалось бы, крещение Руси состоялось, но, увы, оно не оставило заметного следа в русской истории. Следствием его стало лишь появление христиан в княжеской дружине, никак не повлиявшее на распространение христианства в народе. Почти одновременно с походом киевских князей на Царьград в южных русских областях святой Кирилл, просветитель славян, крестил 200 семейств, у которых нашел Евангелие и Псалтирь, своего же перевода. Для обращенных был послан митрополит Михаил, крестивший все племя во главе со старейшинами. И этому крещению предшествовало чудо. Брошенное по требованию язычников в костер Евангелия не сгорело. Прииде Михаил, митрополит в Русь, повествует летописец, послан от Василия Македона, царя греческого и фотия патриарха, и же уверяя Русь вержи Евангелия во огонь и не сгоре. И сим чудом ужаси Русь и многие крести. Но и это крещение Руси не оказало влияния на ее судьбу. Очаг православия на юге земли русской со временем то ли угас, то ли оказался столь слабым, что не смог просветить окрестную языческую тьму. Наконец, в третий раз Русь была крещена в 957 году в лице святой равноапостольной княгини Ольги. Приехавшей для этого в Константинополь крестил ее сам патриарх, благословивший Ольгу по совершении таинства дарственным крестом с надписью «Земля русская воздвигнута для жизни в Боге крещением блаженной Ольги». И опять, несмотря на то, что в отсутствии ее сына воинственного Святослава Ольга была правительницей страны, христианство на Руси, даже пользуясь ее покровительством, не прививалось. Были и церкви, и христианские общины, но лишь в больших торговых городах, где всегда собирались люди самого разного вероисповедания. Народ же продолжал коснеть в изюществе. Более того, русское язычество крепло. В 945 году по Рождестве Христовым на Киевский престол зашел молодой Святослав, первый великий князь, о славянском происхождении которого мы знаем несомненно. Пока он был ребенком, за него сильную рукою правила мать, мудрая и властная Ольга, жестоко покаравшая древлян за убийство мужа и походом на север присоединившая к княжеству земли по мсте и луги. Ребенок вырос, стал воином и вдохновляемый жрецами во славу древних богов провел ряд блестящих походов, освободивших русскую землю от остатков влияния Хазарского Каганата, заложив тем самым прочное основание русской государственности. Хазарский Каганат стал на пути молодой русской державы в девятом веке, когда еврейская община Хазарии добилась господствующего политического и экономического положения в стране. Оставаясь чуждыми коренному населению, иудеи с помощью наемных мусульманских войск сумели подавить всякое сопротивление и сделать Хазарию опорным пунктом своего экономического могущества. Политика Каганата осуществлялась в интересах торговой еврейской диаспоры, извлекавшей огромной прибыли из работорговли и великого шелкового пути, пролегавшего через земли Хазарием. Начавшийся в восьмом веке развал арабского халифата открыл торговые пути с запада на восток, и этим не замедлили воспользоваться иудейские дельцы, видевшие финансовом могуществе первый шаг на пути создания вожделенного всемирного еврейского государства, о котором учили талмудисты раввины. Купцы получили название Рах-Дониты, что в переводе с персидского означает «знающий дорогу». Основу этого торгового клана составили выходцы из вавилонской общины, покинувшей Иран после того, как халиф Абд Ал-Мелик в конце VII века предпринял ряд мер, направленных на ограничение вмешательства иудеев в дела страны. К ним в VIII веке присоединились евреи из Византии, и это объединение завершило создание мощной международной торговой организации, открывавшей в своих религиозно-национальных интересах сильнейшее влияние на всю мировую политику. Императоры династии Каролингов на Западе получали средства для финансового обеспечения своих планов от иудеев рахдонитов. Мусульманские властители Испании воевали с христианами на еврейские деньги. Евреи освоили не только восточный путь, по которому шелк обменивался на золото, но и северный, из Ирана на Каму, по которому меха обменивались на серебро, Хазария лежала как раз на перекрестке этих путей, что придавало ей особое значение в системе хозяйственных связей иудейской общины. Славянские земли в IX-X веках стали для иудейских купцов источником «живого товара» в кавычках. Русские рабы и рабыни во множестве отправлялись в страны исламского мира, где юноши высоко ценились за здоровье и силу, а девушки за красоту. Но главная цель славянской политики хазарского каганата была иной. Собственно, этих целей было две. Ближайшей являлось всемирное политическое и военное ослабление русского государства, его превращение в младшего партнера и данника, чьи войска можно было бы с успехом использовать против ненавистной православной Византии. Конечной же целью евреев было разрушение киевского славянского княжества с последующим включением его земель в состав хаганата или создание еще одного иудейского подобно хазарии государства на торговом пути из варяг в греки. Такой исход сделал бы евреев финансовыми и торговыми господами всего евроазиатского пространства от границ Китая до Пиренейского полуострова. Итак, в X веке иудейская диаспора стояла на пороге невиданного взлета. Казалось, избранный народ, в кавычках, через тысячу лет после сокрушительного военного поражения, нанесенного ему легионерами Рима и не менее сокрушительной духовной катастрофы, вызванной страшным преступлением богоубийства, осуществит все же свою вековую мечту о мировом господстве. Дело было за малым уничтожить нарождавшуюся молодую и неопытную Русь. В это тревожное время укормило русской земли оказались два человека, чья деятельность и определила неудачный исход всемирного еврейского предприятия. Это был язычник князь Святослав и его мать христианка княгиня Ольга.